Как вдохновить мужчину? Часто бывает, мужчина в депрессии, ничего не делает, с одной работы уволили, на другую не устраивается. А ведь на самом деле основная задача женщины – уметь вдохновлять своего мужчину. Ведь ради женщин мужчины развязывали войны. Из-за женщин стрелялись в дуэли. И ради женщин были готовы пожертвовать своей собственной жизнью. Но что не так в современном мире? Почему женщины разучились вдохновлять? Итак, как это сделать, я вам расскажу в ближайшие 10 минут. Но хочу обратить внимание, что очень часто мы сами страдаем прокрастинацией. Что это такое? Откладывать на потом свои действия. Проваливаться в лень. Что можно сделать в этом случае? Я специально для вас приготовила бесплатный вебинар по прокрастинации. Внизу есть ссылка, пройдя по которой вы можете совершенно бесплатно его скачать. Не забудьте оставить адрес своей электронной почты, и наш подарок придет к вам. Итак, как мужчину вдохновлять? Первое. Помните, если вы будете рисованно говорить ему, «Ой, ты такой восхитительный, у тебя все получится, мне так нужны 5000 рублей на маникюр». Это не вдохновление. Если вы будете мужчине говорить, «Иди, скотина, работай! Дети голодают! Ты посмотри, во что ты превратился!» Ну, это тоже не работает. Мы же не строгая мамаша, которая должна все время что-то мужчине напоминать. Помните, здесь работают совсем другие методы. Первое. Убеждение. Ты в прошлом был удачлив, ты в настоящем удачлив, ты в будущем будешь удачлив. Нельзя мужчине все время напоминать, как он облажался в прошлом году под Новый год, напившись и... Ну, не будем рассказывать, что он сделал под елкой. Мы все плохое, все позорное забываем. Мы можем это вспоминать сами, но никогда не говорить это мужчине. А лучше перестать это транслировать даже невербально. Первое. Ты в прошлом был удачлив, ты в настоящем удачлив, ты в будущем будешь удачлив. Это как мантра можно ему повторять. У тебя в прошлом получалось зарабатывать деньги, ты сейчас все равно имеешь деньги, и в будущем у тебя тоже будут деньги. Когда вы часто себя повторяете, у меня нет денег, у тебя нет денег, иди работай, ну, они ниоткуда не появятся. Поэтому первое, что нужно сделать, твердо поверить в то, что у вас и прямо сейчас все хорошо, а в будущем будет еще лучше. Дальше обязательно помните о достоинствах и достижениях своих и своего партнера. Дело в том, что если вы сами в себе не уверены, вам будет очень сложно дать эту уверенность другому человеку. Составьте список своих достижений, составьте список достижений своего мужчины. Если у него есть какие-то награды, медали, неважно, повесьте их на стену. Дайте им место, чтобы он сам видел, насколько он был удачлив, и что в будущем у него все обязательно получится. Помните, что очень важно мужчине давать ответственность. Очень часто женщинам кажется, ой, да ты это не сделаешь, да ты долго думаешь, да у тебя все через одно место. Женщины сами виноваты в том, что они отбирают у мужчины эту ответственность, ну а потом сами же и страдают. Это как ребенку, если все детство ему завязывают шнурки, он никогда не научится делать это самостоятельно. Да, он будет учиться, да, он будет делать это долго, но в результате у него получится. То же самое и с мужчиной. Дайте место его ответственности. Позвольте ему почувствовать себя настоящим мужиком. И тогда, когда он будет достигать каких-то новых побед маленькими шажочками, он придет в большой славе. Также помните, что мужчине важно пробуждать разные чувства. Страсть, азарт, яркость. Принято считать, что мужчина не чувствительный и не эмоциональный. Ничего подобного. Еще Кутузов прямо перед своим отрядом плакал. Ну а уж древние ораторы вообще любили разродаться перед большой публикой, аудиторией и тем самым брать за душу толпу. Мужчины в современном мире типа не плачут и особо не смеются. Но это неправда. Они испытывают такие же яркие чувства и позвольте им чувствовать. Поговорите о своих чувствах и попробуйте разжечь в нем этот огонь. Уверена, что у вас это получится. Что нужно помнить? О том, что если вы не проживаете свои чувства, не спрашиваете мужчину, а что он чувствует, конечно, этого не произойдет. И не забывайте про эмоциональный маленький. Ведь мы можем мужчину навеселить, мы можем дурачиться, мы можем воспринимать его шутки. А женщина все время «Ну что ты ведешь себя как дурак? Веди себя прилично!» Ну, знаете, как будто бы он опять оказался под присмотром злобной матушки. Ничего подобного. То есть, то, что мужчина так себя ведет. Это его жизнь, его право. Если вы к нему присоединитесь, то вы дадите ему нужные точки опоры. Вы меня спросите, это тоже имеет отношение к вдохновению? Конечно! Ведь для того, чтобы мужчина совершил какие-то подвиги, у него должно быть топливо. А топливо это ваши и непосредственно его эмоции. Тогда у вас это все действительно может получиться. Помните, что мужчине нужна банда, нужна группа поддержки. И если вы думаете, что мужчина один пойдет в бой, у него все получится, не тут-то было, здесь ему нужны будут друзья и единомышленники. И, возможно, одним из самых главных друзей и единомышленников будете именно вы. Не бойтесь брать на себя какие-то функции. Ну, помним, что у многих известных писателей стенографисткой были жены. И именно они очень часто были тем самым главным оплотом, благодаря которым мужчины творили, вдохновлялись и достигали крутых результатов. Посмотрите, очень многие великие, крупные фирмы начинались с малого семейного бизнеса. И первыми сотрудниками были именно члены семьи, которые поддерживали и помогали все это реализовать. А потом это разрасталось в крупные фирмы, корпорации, компании, которые зарабатывали миллионы и миллиарды. И у вас это тоже может получиться. Если вы будете поддерживать мужчину, они надеются, что он абсолютно должен справиться со всем. Ну, уж как минимум, обеспечивайте быт, принося ему еду, а не говоря, ах, опять-то со своими наполеоновскими планами, а кто будет полы мыть, а сегодня твоя очередь пылесосить, а завтра ты готовишь всей семье поесть. Вам на первый взгляд это кажется справедливым, но без вашей веры в его успех, без вашей поддержки вряд ли у него что-то получится. Поэтому вдохновляйте и будьте частью команды. Обязательно скачивайте внизу урок про прокрастинацию и, разумеется, смотрите мои прямые эфиры, где я даю еще больше полезного контента. Нажимайте на колокольчик, подписывайтесь на мой канал и остаетесь в моей компании. Дальше же заряжаться радостью и позитивом.